Стоит представить, и многие люди, конечно, хорошо знакомы и знают эту фамилию, и эту машину. Это Сергей Сак, он выступает на толстушке платья в легендарной машине. Самый опыт в Беларуси. Самый опыт в Беларуси. Самый опыт в Беларуси. До сих пор на протяжении многих лет в Интернет-Ажаналичке. И он начинал свою перед-карьеру. Вократный чемпион Беларуси, победитель чемпионата Восточной Европы 2016 года, Сергей Сак, команда Джедрай. Ну и символично будет, если мы с Сергеем как бы открываем приветствие пилотов. Сергей, как настроен, как тебе трасса, что хотел бы сказать вот этим людям, что сегодня покажем. Обычный город, какое-то название города. Привет, Пинск, привет, Могилев. Я вам скажу, привет, Заря. Всем привет. Очень круто, что появился у нас такой кайк. Это отличная возможность. Всем не ловаться, что было бы очень поздно. Хотелось бы, чтобы лет 10 назад. Вот это все произошло, и мы бы увидели здесь гораздо больше пилотов и гораздо выше уровень. Но, тем не менее, круто, что Заря есть. Я вот сегодня узнал, что люди поехали на Старую Зарю, да, Марик? Да, некоторые, к сожалению, поехали на Старую Зарю, но я думаю, они доедут. Ну, это твой недочет. Я думаю, ты всем должен за такси заплатить и в следующий раз указать Заря. Ну, спасибо большое, что пришли. Погода, она помогает. Самое важное, что есть зацеп, чтобы увидеться дымный дым. Мы, в свою очередь, постараемся сделать максимально, чтобы здесь мясо, чтобы все кайфовались. Спасибо, что пришли. Спасибо, что это был Алексей Шкуратов. Алёш, как настроение? Ну, Ильиня замечательно. Привет. Привет, говорит, кто должен выжить. Привет, Минц. А есть, кстати, кто из Минска? Пара человек есть, да? А из Минска кто-то доехал, это когда Клещевский будет выступать. Кто-то доехал, нет? Есть кучка небольшая финских, да? Ну, можно говорить привет Стайке, да? Или привет Сос. Привет, Заря. Привет, Заря. Парк, я нашу еще раз. Привет, Заря. Как настроение сегодня? Настроение отличное. Грасса отличная. Погода замечательная. Зрители есть. Что еще надо? Дрихую. С кем мы теперь первая пара? Как и можно, раз заменить диктос. Боишься? Нет. Все, удачи тебе желаем. Не бойся, как дойдешь. Сосим, получируем и потом не боится ли он жкурата. Так, Денис Клещевский. Прошлая квалификация, ты был первый в Минсе. Здесь как оцениваешь свою балу? Седьмое место. И как? Ну, в середине все хорошо. Были вопросы у меня с кишиной. Сидорово-сорительность, которые мне не показали отлично, не помогло. Денис, ты как самый старший из этих всех. Извини, ты взял себе этот титул уже. Твой возраст, опыт. На кого бы ты сегодня поставил? Если понимать, можно было бы сегодня прям поставить самочку. Как ты думаешь, кто сегодня самый сильный из этих дистанций? Ну, я на себя поставлю. Скромно. Есть. Пиринский еще раз. Есть Пиринский. Давайте пообъем, если он, Денис Клещевский. Влад. Собрал у тиротиду с самого юного участника, вот тут 16-летний парень. Ты бы на кого поставил? Я бы поставил тоже на себя, естественно. Он бы на кого еще старается, как не бесит. На себя бы поставил дрифт под шубой Влад Шубодер. Давайте поприветствуем. 25 лет. Сколько, кстати, занимаешься? Можно сказать, что уже 3 года. 3 года занимаешься дрифтом. Удачи тебе, Влад. Кто у нас там дальше? Сашку мы уже обсуждали сегодня. Давайте с теми, кто вышел все-таки в топ-16. Виталий, как настроение? Настроение лома. Я так рад вообще за Беларусь, что у нас появился такой трек. Это просто пушка. Я могу сказать, что в России немного таких треков. Настояние супер. Все думали, будет точно. Надо верить сеть в солнце. Поэтому все дрифты, я думаю, все будет просто моблические. И дальше... Батя, Бог, вот ты. Ну, рассказал про трассу. Какие ее сложности? Они здесь везде, на самом деле. Все непросто. Если ехать по заданию судей, то нужно многому уделять внимание. Но тот трамплин, это такой... Как сказать, вот этот синий туман. Ребятки, обращайте внимание, там горочка, там прям подлетаем, да. И потом приземляемся, там ловим этот дрифт. В общем, все будет круто, Виталий Селивончик. Так, Артурчик. Ты настроился сегодня все-таки погонять, да, в ТОП-16. Какие планы? Будем ехать на максимум и повторять ошибок должного этапа. Сегодня у нас четыре товарища из Украины. Как считаешь, как оцениваешь выступление команды уже украинской в целом? Я думаю, что кто-то по-любому должен быть на тумбе. Давайте пожелаем украинским ребятам быть на тумбе. И вот Артур Гавриленко может быть как раз-таки претендент, да? Коля! Николай Ледвин! Друзья, представляю вам одного из самых медийных, наверное, в нашей стране пилотов. Там уже за 140 с чем-то тысяч подписчиков у Коли в Инстаграме. И вот эта команда Рома и Коля, Ром с Колой мы называем так, но вообще это Black Star Penguins, такой симбиоз, результат скрещивания бургеров, автомойки и бассейна, да? Вот это все получается у нас такая команда. Кстати, лидируют сейчас вот именно в этом сезоне после первого этапа. Рома, ты был, по-моему, четвертый, да? А Коля первый. Какие твои заявки на сегодня, Коля? Да я думаю, каждый из здесь пилотов хочет победить. И, конечно же, я хочу занять первое место, еще раз первая команда. Давай скажем привет, а там дальше уже сам, что хочешь привет. Ну, то есть, Заря, либо Минск, если ты, ты же минчанин. Нет, я из Гродно. Я скажу привет Минск. Оу, давайте пошумим. А кто есть из Гродно? О, красавцы, я вас запомнил. Коля, желаем тебе удачи. С кем ты в первой паре? С Артуром. Где Артур? Привет. С Артуром поедем. И на кого бы ты не хотел попасть из этих 16? На Джеймс Дина только не хотел бы попасть, а так без разницы. Тогда желаем тебе удачи. Сегодня точно ты на него не попадешь, да? Да, поэтому идем к Роме. Рома Кондратенко. Ну, вы знаете, единственный пилот, который вчера вывел 98 баллов, выкупил у судей. Не знаю, чем ты там абонементом, может быть. Ну, как-то подкупил. В общем, ехал круто реально вчера на квалификации. И мы тебя уже поздравляем, потому что это уже кубок победителя квалификации. Рома, как настроение на сегодня? Настояние под величком, намерен напихвать. Намерен напихвать, да, значит, претендуешь на победу сегодня, да? Есть для тебя опасный соперник среди тех, кто вышел в 16? Я думаю, что тут по пилотам пилотов вполне опасные, они крутые. Есть персональная группа поддержки у Ромы. Есть кто-то, кому симпатичен этот парень, потому что он реально крутой. Столько дыма и драйва из-под него колес просто красавчик. Спасибо, удачи вам, ребята, команда Blackstar Penguins. Ну, их, собственно, двое, вот они тут и были. Ох, Ник Нак, вот этот человек заставил писать и говорить многих любителей дрифта. И наверняка кто-то пришел посмотреть, может быть, специально, как выступает победитель Латвии, победитель чемпионата Балтии и чемпионата Ливонии. Вот это все, этот парень и все это в 15 лет. Привет, Ник Нак. Привет всем. Представьте, ему в апреле 16 только исполнилось, и вот он уже здесь с нами. И уже в топ-16, ну понятно, в топ-16 нельзя было провалить квалификацию. Как оцениваешь трассу и свое выступление? Ну, трасса очень хорошая, очень крутая, мне очень нравится. Есть такие вопросы и с машинами, но мы это сделаем и будем показать красивый дрифт. Будем показать красивый дрифт, это говорит Ник Нак. Давайте пожелаем удачи. А есть кто-то, кого ты хорошо знаешь из этих ребят? Или все для тебя пока впервые? Ну, кто-то я уже видел в Ютубе, но самые знакомые вот здесь парни из Дирии. С кем ты хотел бы, а, кстати, с кем ты сейчас стартуешь? Кто первый у тебя в паре? Я стартую с Артуром, он где-то там впереди. С Артуром, да, там мы сейчас к нему подойдем. Ну что, желаем тебе удачи, спасибо, что ты здесь, будем наблюдать. Ник, давайте поприветствуем Латвия. На него нужно смотреть, да? Так, давайте посмотрим внимательно. Гидрис Сабуленис. Да, здесь. Почему-то вы меняетесь местами. Кто в итоге поедет? Кто будет? Гидрис, да? Лабадена? Лабадена. Как настроение? Хорошее настроение. А, вы говорите, вот, да, я переводчик, я переводчик. Переводчик. Какие ожидания на сегодня? Самые лучшие, самые лучшие. Очень счастливые, что здесь оказались. Привет всем, Минск, привет! Давайте команду из Литвы поприветствуем. Вот сейчас у нас целая серия, а и Бенедиктосу тоже переводим. Бенедиктос и Ирбор. Давай привет, Заря. Привет, Минск. Привет, Заря. Привет, Заря. Как прошла квалификация? Хорошо. Машина? Хорошо. Заявка на победу? Сто процентов. Первое. Первое место, да? Хорошо. Литовским нашим пилотам респект, аплодисменты, пошубим дружно. Вот этот высокий, но немногословный товарищ, я видел, как Гедеминос давал интервью на телевидении сегодня. И говорит, вот машина, вот мотор, сел, поехал. Есть теперь еще, да? Иногда работает. Вот подтверждаешь, да, словаете? Лабадена, Гедеминос, Гедеминос, Лабадена. Не мячемся, выходим. Выходим из-за девчонок, говорят, наши красавицы, да, вот такой красивый, высокий такой. Давай твою заяхту на сегодня. Будем побеждать? Конечно. Каким ты был, в принципе, напомним, пожалуйста, всем. Привет. Сегодня новая машина, ну, в смысле, не новая, а что-то случилось с Иссаном. Сломался. Казахстан, видите, да нет больше других слов. А, бля, косяк. А, бля, косяк. Ладно, ну, теперь не выдержает эту машину прорываться выше? Я буду пробовать, тебя удивить и других, на поймарах нет. С кем бы хотел попасть в финальный заезд? Сорвовым, чтобы я буду. И все. Ну, ладно, да, не будем его больше мучить. Он достаточно емко говорит, но самое главное, то, что делает. Гидребит на Северискас. Спасибо. Удачи, победы. Доброе утро. Ну что, давайте с дружной командой Украины. Прежде всего, привет, да? Привет, привет, привет. Дружная команда Украины на одном автомобиле. На одном автомобиле. А что случилось со вторым? Ну, пока нет первой передачи. И, наверное, мы с Гидеминесом поедем на запасных автомобилях. Но это еще не точно. Ну, по крайней мере, это будет не только ему обидно, да? По крайней мере, есть у нас такое противостояние украинское-литовское, да? Вот оно бы сейчас будет подтверждаться. Да, кто тебе попал? Гидеминес. Гидеминес Левискас. Прямо вот в первом заезде. Да, да. Красавчики. Красавчики. Тогда пожелаем удачи. Давайте посмотрим, кто у нас еще попал в... А, Владимир Левискас. А, Владимир Левискас. Владимир Левискас. Тимошюк Багдан. Я ищу. А, Багдан Тимошюк. Я пропустил тебя. Прости, пожалуйста. А, я знаю, что ты, собственно, у Валеры воспитанника, да? Да. А что тебе тренер какую установку дал на этот заезд? Не отпускать газ. Не отпускать газ хорошая установка для пилота. Сколько? Три месяца? Четыре? Сколько ты едешь? Между три и четыре. Для тебя... Кочнее четыре месяца, да. Для тебя вот это топ-16 это уже достижение? Да. Ну, скажем спасибо тренеру, да? Валерий Семилев. Спасибо вам, ребята. Давайте пожелаем вам удачи. А, на кого тут напало? Багдана. Сергей Сак. Сергей Сак. Он достойный будет на заезде. Так, Владимир. Владимир Левимович. Я знаю, что ты очень хотел в Пинске выступить, да? На первом этапе. Но не получилось. Как заряжен нас? Мне говоришь. Отлично заряжен. Будем побеждать. Давай поприветствуем атрибуру. Здесь спец уже плохо ловит. Очень легко. Всем привет. Я тебя... Всем привет, говорит Владимир Еремин. Спасибо, что с нами. Что с тобой с нами. Давайте будем действительно... Как-то... Поддерживать наших ребят. Да? Давайте пошумим. Что-то тихо очень на кремонах. Ну, чуть-чуть, что-то шум добавляется. Хорошо. Уже лучше. Здесь у нас не удалось пройти, но все равно мы... Ребята, всех приветствуем, кто не попал в ТОП-16. И желаем вам удачи. Приезжайте на следующий шаг и обязательно попадайте в ТОП-16. Ай, я надеюсь, что мы практически все, кто у вас... А, нет, у нас народный народный. Городный, городный, городный. Итак, Килл Бутяр, подружный. Как ты с тренером? Ты открывал парад автомобилей. Почетная миссия. Какие у тебя заявки на сегодняшний заезд? Ну, максимально. Машина очень строптивая, агрессивная, поэтому буду питься как тигр, как и у пиццы. Будет питься как тигр. Все. Вот мы представили вам всех, собственно, пилотов ТОП-16. А, ну здесь, да. Денис Лоботова. Хорошо, что никак, что нужно представить на ПВ. Ребята по очереди на ней. Есть один этап группы, а также один этап Денис Лоботова. Поэтому тоже аплодируйте за старание. Ну что у нас там, пилотом биотов, который выехал на парад, закончился.